Что бы вы ни думали обо мне, это никак не влияет на меня, потому что я опьянён. Но я никогда не даю такую привилегию, что кто-то может сделать меня счастливым, а кто-то несчастным. В любой момент мы можем сделать что-то не так, и мы слушаем всех вокруг. Но то, что они скажут, не характеризует меня. Преодоление страха перед чужим мнением. Садгуру, некоторое время назад я была в ситуации, когда моя подруга была пьяна. Так вот, когда она была в нетрезвом состоянии, она постоянно повторяла. «Прошу, не судите меня строго, я же пьяна, не судите строго». Это, но она потеряла рассудок, не ты. Она не хотела, чтобы ты. Итак, мой вопрос — это из-за алкоголя или нет? Почему в жизни мы так часто опасаемся того, что о нас подумают другие, и как мы можем не позволить этому встать на пути нашего счастья? Посмотри на меня. Видишь, я постоянно пьян. Я не принимаю никаких субстанций. Но я всегда пьян. Ты можешь думать обо мне, что хочешь. Потому что есть один момент. Я пьянен так, что не теряю свой рассудок вообще. И в то же время, чтобы ты не подумал обо мне, это никак не повлияет на меня, потому что я полностью пьян. Ранее было сказано о том, почему потребление алкоголя и наркотиков растет в мире такими темпами. Потому что небеса рушатся. Я был в Бангалоре всего 3-4 недели назад. Было более 8000 человек, которые выполняли со мной двухдневную программу. И я просто случайно спросил, сколько из вас думают, что вы попадете на небеса? Только пятеро подняли руки. Тогда я спросил, вы все грешники? Нет. Просто рай и ад исчезли из ума людей. Впервые в истории человечества так много людей в мире начинают думать сами своей головой. Раньше за вас думали ваш священник, ваш мула, ваш бромин или священное писание. впервые так много людей начинают думать сами. О чем они думают? Тут могут возникнуть вопросы. Думают, это неправильно или неправильно. Но они думают. Так что все нелогичные вещи рушатся сами собой. Тем не менее, наше поколение еще не так далеко ушло от этого. Все еще есть страх. Они не могут открыто сказать «Нет ни ада, ни рая». Они все еще боятся этого. Но они пытаются сделать маленький рай для себя здесь. Так вот, стойте, стойте, стойте. Поэтому, естественно, когда они не могут сделать его для себя из-за своего собственного разума, они прибегают к веществам. Сегодня просто принять очень богатое общество, потому что каждое общество стремится быть таким. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, которые сейчас являются самой богатой страной на планете. 70% населения США покупают препараты в аптеках по рецептам. Остальные 30% покупают их в темных переулках. «Самая богатая нация». Очевидно, что богатство не способствует тому, чтобы быть здоровым. Вам нужны химические вещества, чтобы быть радостным. Вам нужны химические вещества, чтобы быть спокойным. Вам нужны химические вещества, чтобы быть в экстазе. Это экстаз. Так что я даже не смотрю на это с точки зрения морали Это для меня никогда не было моральной проблемой Если 90% населения сейчас на таблетках Поверьте мне, следующее поколение, которое мы породим Будет гораздо более слабое, чем мы Если мы делаем следующее поколение слабее, чем мы сами Мы совершаем преступления против человечества Потому что наше следующее поколение должно быть хотя бы на шаг впереди нас Иначе мы его потеряем Мы теряем потенциал нашей цивилизации Когда мы делаем следующее поколение слабее, чем мы сами Таким образом, мы быстро идем к этому Если мы не научим обычных людей просто сидеть вот так и быть в экстазе Сильно пьяным или нет, просто взгляните на меня Но достаточно ли я осознан? Достаточно ли бдителен? Достаточно ли ясен? Если был бы способ опьянить себя, не теряя своего рассудка Не теряя своего сознания Не теряя интеллекта Это было бы здорово Интоксикация — это фантастическая вещь Только есть одна проблема Она отнимает у вас здравый смысл Отнимает разум Выводит вас из строя В этом проблема, не так ли? Это правда Спросите кого-нибудь, вы не в медколледже, но спросите кого-нибудь Правда ли, что наше тело является крупнейшей химической фабрикой во Вселенной? По крайней мере, во Вселенной, которая нам известна Единственная проблема в том, что вы паршивый управляющий Если вы узнаете, как управлять этим, вы будете как я, всегда в экстазе Каждый может говорить то, что он хочет Каждый может делать то, что он хочет Только так Потому что я никому не даю такую привилегию Что кто-то может сделать меня счастливым, а кто-то несчастным Прямо сейчас вы являетесь результатом мнений других людей К чему вы придете таким образом? Кто угодно может сломить вас Ты выходишь на улицу, кто-то говорит тебе Шрея, ты самый замечательный человек, которого я когда-либо видел И ты оказываешься на небе от счастья На каком небе? На каком небе? На седьмом На седьмом У нас на юге говорят на девятом Ты оказываешься на небе с любым номером Ты приходишь домой И дома тебе рассказывают, какая ты на самом деле И небеса рушатся Нет, нет Очень важно, чтобы Не было не так и не так Мы слушаем всех, потому что мы можем делать что-то не так В любой момент мы можем сделать что-то не так Мы слушаем всех вокруг Но то, что они скажут, не характеризует меня Никогда Это вы должны решать И вы это должны сказать своей подруге, когда она не будет пьяна Потому что иначе она не поймет Друзья, хочу напомнить, что если вы или кто-то из ваших близких Переживает сложную жизненную ситуацию и различные проявления депрессивных состояний Посмотрите мое видео о том, как при помощи специального комплекса упражнений Преодолеть эту проблему и обрести спокойствие и гармонию Или же пройдите прямо на сайт за всеми подробностями Я сделал все это лично сам и специально для вас Ссылка в описании Субтитры сделал DimaTorzok